всем привет друзья сегодня выбрались на очередной коп ищем старый хутор который был обозначен еще на пгм ских картах ходим сейчас камрадом которого терки 505 по заросшему полю недалеко от этого хутора дальше там идет речка сейчас уже ручей раньше была речка за ним за ручьем уже был сам хутор жили там старину богатые люди и слышал я золото там подымали лет 10 назад вот сейчас пока ходим по полю разведываем поле после обеда возможно перейдем на сам хутор он как бы на холме стоял отсюда не видно возможно хутор оставим на следующий раз я сегодня только в поле дальше будет видно вот по традиции земляному деду сахара ямку положили и вот минут десять наверное я хожу и выпало два таких сигнала тканинка еще какая-то медная штуковина не знаешь от чего она была а вот находки камрада полушка 1730 какого-то года не мылью дома помоем посмотрим а также белончик царский 10 копеек 1912 года хорошем состоянии тоже дома посмотрим по моим увидим вот сейчас здесь так по полю похожу смотрю камрад туда дальше ушел посмотрим что будет попадаться может быть на сам хутор перейдем там мы еще не были и в этом поле тоже первый раз но если что сюда еще приедем не раз может быть эти находки будут попадаться и дальше все не переключаемся вот у нас обед сейчас будем есть это сигналька давай кирпички метров наверно в 15 от нас от дороги сидит вот мы переехали в другое место на хутор решили в следующий раз приехать сейчас приехали ближе к барской деревне в одном видео я показывал около завода барского копали вот это можно сказать около завод только с другой стороны а на прошлом поле у камрада еще находка попалась трешка 24 и вот в новом месте здесь в лесу хожу который ведет к заводу который был царское время барскому заводу вот он недалеко может быть метров 200 от нас по лесу вот так прямо и тут вот свежие этого года пара ямок кто-то здесь рыл не закопал а вот это две свежие наши здесь пробка попалась водочная а вот здесь 82 стабильный сигнал попал самосончик скорее всего копейка слепок от нее он остался тут еще есть сигналы сейчас здесь на этом пятачке покружен может еще еще вылетит копейка тереть сильно не хочется дома почистим но видно что рельеф хороший четко видно копейка ем сохран должен быть хороший сзади орел тоже хорошо проглядывается но зелень тоже присутствует ванна щетка дом почистим посмотрим первая монета сегодня у меня ладно ищем дальше вот мы переехали в ближайшее поле метров наверно через 300 последнего места в последнем месте больше ничего найдено не было переехали сюда здесь выпала конинка виде кольца доставать показывать потому что я не буду и вот вторым сигналом у меня выпала монета щитовичок 20 копеек 32 года да мы приедем помоем состоянии уже сейчас вижу хорошие ладно ищем дальше здесь советские времена силосная яма была вот для береза вот здесь какие-то столбы стоят а за силосной ямы чуть дальше была мельница еще до российских времен он достояла потом сгорела вот так сейчас походим покружим здесь еще где-нибудь полчасика часика домой поедем все что найду покажу вот копаю все в этом же поле выпали очередные сигналы конина и пугогирь к облом на и вот любят нас очередной сигнал 94 стабильно 94 сейчас копнем хороший монет осмотрим еще не выкопал так так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё глубже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всё, выкопал. Теперь ищем здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Монета. Третья у меня сегодня монета. Вон она лежит. Одна копейка, 1800 год. ЕМ. Павел Первый. Посмотрите, какой сохран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бодренький. Маленько в мыле почистить чуть-чуть. Вообще будет здорово. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой глубины её дёрнул. На частоте. На частоте 11,7. Вот глубина. Чуть меньше полтора пинпоинтера. Сейчас ещё минут 20 походим. И домой поедем. Ну вот. Вернулись мы домой. Сейчас будем мыть находки. Побывали мы в трёх местах. Все они были рядом друг с другом. Вот находки Камрада. Тараяк 24. Копейка 1903 года. Николая Второго. Полушка. 1730 какого-то. Пока не видно. Две копейки поздние советы. 70-й год. И белончик. 1912 года. Серебряные 10 копеек. Николая Второго. Также конинка интересная. Такой ещё не было. А это мои находки. Две конинки. Походу совет плавленый. Но точно ещё неизвестно. Пугагирька обломнутая. 20 копеек. Щитовые. В хорошем состоянии. Копейка Масон. Николай Первого. 1936 год. И Копейка Павловская. Тоже в хорошем состоянии. Конины уж не буду показывать. Мыть. Сейчас немножко потрем монетки. Аккуратно. И начнём, наверное, всё-таки с находки дня. Копейка Павла Первого. В однушке видны рифления. И корона чёткая. Такое вот состояние. Отличная монета. Дальше на очереди у нас Трояк. 24-го года. Немножко зелень присутствует. Но рельеф чёткий, высокий. Помочится в мыле. Думаю, отойдёт. Копеечка. 903-го года. СПБ. Тоже в довольно неплохом состоянии. Дальше полушка. Формата Анны Ивановны. Улазит медь. Краснота. Полушечка подубитенькая. Может быть, мыл её спасёт. Дальше. У нас 10 копеек. Баллончик серебряный. Аккуратненько его потрём, потому что состояние у него было отличное. Все гербы было чуть видно. Посмотрим. Отличная монетка. Отличная монетка. Отличная монетка. В родной патине. ЭБ. СПБ. Дальше на очереди Масончик. Копеечка. Тоже рельеф хорошо проглядывается. 1836 год. Тоже в мыле полежит. Пролетарии всех стран соединяйтесь. СССР. Щитовые 20 копеек. 1932 год. В родной патине. Состояние отличное. Ну это двушка. Поздний совет. 70-й или 78-й год. 70-й. И вот ещё непонятно. То ли монета звучала как СССР. 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 Да, вот. Герб немного прослеживается. Убитая в хлам СССР. 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 8 монеток на пару с Камрадом. Думаю, что неплохо. В три места ещё ездили просто. Переезд. Время занимал. Обед. В общей сложности покопали, наверное, часа четыре. На сегодня это всё. Подписываемся на канал. Кто ещё не подписался, вступаем в группу ВКонтакте Бабушкин чердак. Ссылку оставлю в описании под видео. Увидимся в следующих видео. Всем удачи. Пока.